привет друзья порезала капусту на такие длинные полосочки через вот весь кусочек ножом примерно ширина 5 ну где-то от 4 до 6 миллиметров тем временем разогревается масло вот масло у меня в глубокой сковороде или у меня вок можете взять просто глубокую сковороду разогревается масло сейчас будем обжаривать капусту вот друзья перемешивая регулярно я вот эту вот нашу капусточку на масле потихонечку обжариваем на небольшом огонечке какое какое качество капуста у меня пошло я взвесила приблизительно 400 грамм это конечно все условно смотря насколько плотно же вас будет капуста насколько сочная где-то ориентируйтесь 400 500 граммов такой кусочек отрезайте капусты вашей либо может быть у вас уже есть готовый кусочек остался от каких-то иных приготовлений нарезаем не очень мелко одну ко среднюю луковицу может быть чуть больше средней можете большую луковицу взять тоже будет нормально добавляем перемешиваем не забудьте посолить у меня это небольшая маленькая чайная ложечка я много не солю перемешиваем посмотрите вот как примерно выглядит капуста смотрите я не довожу ее до того чтобы она становилась коричневая пересыхала и так далее я его постоянно так как бы шевелю помешивая постоянно помешали и оставили я крышкой не накрываю чтобы вода скорее испарилась из капусты чтобы она вот не кисло своей собственной влаги не парилась вот друзья посмотрите разницу между моей маленькой ложечкой которая вот я соль набирала да и большой маленькая это как бы кофейная ложечка обычная чайная это вот первое я пользовалась вот этой вот маленькой чтобы вам просто было понятно что за маленькая ложечка 8 шампиньонов режем пластинами и смешиваем с нашей капусты друзья я запекала вчера картошку у меня есть в ленте на эту тему видео там советами о том как лечиться с помощью отварной картошки перед ней пара отварной картошки и как я запекала картошку я оставлю ссылку в первом комментарии я сейчас оставшиеся вот у меня 4 картофелина я очистила их потому что запекала я в монтирах очистила сейчас порежу мелко тоже в нашу добавлю овощную смесь если у вас нет уже готовой картошки допустим отварной то вы можете использовать любой гарнир к этому блюду который мы сейчас с вами готовим либо вы можете параллельно вот сейчас же пока у вас тушатся овощи допустим сварить картошку либо там отварить допустим макароны либо там гречневую кашу сварить булгур просто параллельно рядышком на другой конфорте но у меня поскольку есть вот картошка в таком виде как я вам показываю я ее добавлю она прогреется и обогатиться вкусами прямо там уже вот здесь в нашей капусте с луком и грибами вот друзья мои 4 картофелина уже порезаны этого количества как раз достаточно для той капусты с грибами и луком которая у меня уже почти готова в сковороде смотрите уже какой у нее золотистый красивый цвет вот картошка уже тоже в сковороде не вог я не солю больше вот той соли которая посолила мне достаточно потому что картошку перед запеканием я отваривала в подсоленной воде посмотрите видео поэтому она уже имеет вкус немножечко присолена была я лишней соли и не использую то есть не хватит если вы кладете на пусин какой-то свежий сюда овощ добавляете по своему усмотрению там цукини можете там баклажан может быть морковочку еще смотрите можете чуточку присаливать но я больше соли не добавляю теперь я крышечку накрою раньше я крышку не накрывала потому что сочная капуста сочные грибы вода испарялась я не хотел чтобы она мне как бы квасилась до кипела вот своей выделенной влаги теперь же уже влаги у меня минимум и для того чтобы картошечка хорошенько прошла с остатками пары которые еще есть в капусте и грибах я накрываю сверху крышечкой вот так вот и буквально еще минутки три а я тем временем сейчас покажу вам что я сделаю мне друзья захотелось такого знаете остренького немножечко вкуса вот кислинки добавить в это блюдо я добавляю помидорчики червь вы можете добавить допустим сладкий перец либо томатного соуса ложечку либо ничего не добавлять просто вот вдохновение у меня сейчас такое что захотелось почувствовать вот этот вкус поэтому я добавляю мне помидорчики червь и здесь 10 помидорчиков друзья перемешиваем наше блюдо накрываем крышечку и выключаем вот в этом пару в этом за этих всех соках которые у нас здесь в сковороде или в оке или какой емкости вы готовите вот наши помидорчики дойдут вот до такой стадии как мне хочется чтобы они не разварены были не совсем старые такие вот тепленькие целенькие если у вас нет черри можете обычно томаты порезать слазь будет тоже самое старайтесь сильно не перемешивать аккуратненько переворачивать эту массу чтобы помидорчики не по вытекали закрывать вышечкой и выключаю друзья дополнительные витаминчики у меня в виде свежей петрушки с террасы красиво она будет смотреться нашем блюде вы можете использовать любые травки в процессе приготовления ваши любимые специи это может быть и тимьян и орегано смесь итальянских травок хорошо мне нравится в таких овощных блюдах то есть смотрите какие вам нравятся специи приправы используйте у меня здесь только соль мне очень хочется чувствовать вот почему-то именно в таких вот блюдах натуральный вкус вот овощей там грибов тоже капусты да вот именно не не изменены какими-то дополнительными специями но настроение бывает раз иногда хочется специи каких-то и побольше добавить вот но оттенит думаю вкус блюда нашего достаточно нейтрального с нотками кисленькими помидорчиков именно вот петрушка наша пахнет она невероятно классно конечно в полном соответствии с названием рубрики заглянем под крышкой это видео находится в плейлисте вот заглядываем под крышкой вот смотрите друзья мои так как нам и нужно было все в таком не пережаренном виде свеженькая влажно помидоры теплые чуточку уже такие приготовленные и наверх посыпем вверх присыпем петрушечкой смотрите как красиво и снова накроем крышечкой буквально через 5 минут через три минутки да да просто сейчас уже можно есть просто я собираюсь это буквально сервировать через минутки три-четыре друзья мои вы можете использовать это этот гарнир как гарнир допустим сварить сардельку или сосиску или вот может быть у вас есть тефтелька или котлета или там кусочек мяса вот а можно вот так как мы будем есть вот таким блюдом какое то есть это у нас самостоятельно такое овощное блюдо ну поскольку сейчас начался декабрь то и название мы дадим с вами наверное такое как здравствуйте согласна пишите в комментариях понравилось вам название ставьте лайк если вам подошел этот рецепт и понравилось это блюдо готовьте с удовольствием подписывайтесь на наш канал будьте здоровы и счастливы До новых встреч!